Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты первого карагандинского телеканала Ягуль Нуржакен. Сегодня в программе. Многие карагандинские родители отказываются от вакцинации своих детей. Как оценили народные избранники ремонт теплосетей в карагандинском регионе, сколько было потрачено денег и какие дают прогнозы по прохождению отопительного сезона чиновники. Состоялось открытие шестого республиканского конкурса исполнителей на казахских народных инструментах имени Таттимбета. Сейчас на тему прививочной системы ведется много споров. Число родителей, отказывающихся от вакцинации, с каждым годом увеличивается. Может ли массовый отказ от прививок спровоцировать вспышку смертельных заболеваний? Нужны ли прививки вообще? Разбиралась Гульза Цахова. В наше время родители привыкли сами решать, что лучше для своих детей. Это касается необходимости прививок при рождении. Но по разным причинам увеличивается число мамочек, которые категорически против вакцинации. Они считают, что и без медицинского вмешательства многими способами можно поднять иммунитет ребенку. Почему я не хочу делать прививки своему ребенку? У меня такое окружение. Получается, наши друзья, многие врачи, медики, я сама медик, так получилось, что у них дети заболели после прививок. Ездили в Москву, именно это официально все доказали, что у них заболевания, не буду говорить, какие именно и кто эти врачи. В общем, своим вторым детям они уже прививки не делали. Врач считает, что для того, чтобы ребенок был здоров, нужно сначала укрепить иммунитет, а потом уже думать, делать эти прививки или нет. Ну, я думаю, что, к сожалению, придут в итоге к тому, что все-таки прививки делать мы не будем. Хотя, как бы, у нас врачи просят, ну, хотя бы после года придете сделать, когда укрепить иммунитет. Я думаю, что этого делать не буду. Обязательность проведения вакцинации населению предусмотрена на законодательном уровне в Кодексе о здоровье народа. Профилактические прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний в рамках гарантированного объема медицинских услуг делается бесплатно. Со слов специалистов, родители подвергают жизнь своих же детей риску, отказавшись от положенных прививок. И, как правило, практика показывает, что прививка, она защищает. Именно защищает детей от тяжелых детских инфекций. Целью иммунопрофилактики является снижение заболеваемости среди населения, снижение смертности и также циркуляция вируса среди населения. Как бы ни были родители уверены в правильности отказа от прививки, никто не застрахован ни от чего. Плюсы и минусы вакцинации угадывает каждый сам. И результат от этого у каждого получается свой. Кроме того, сегодняшние мамочки нацелены с детьми заниматься йогой, закалять холодной водой, считая, что такая профилактика намного лучше, чем вакцинация. Без прививок можно очень легко поднять иммунитет самыми разными способами, которыми пользовались наши дедушки и бабушки тысячелетиями. Это реально. 20 лет практики в академии это говорят. У нас нет ни одного ребенка, которому бы методы йоги причинили какой-то вред. Ни одного ребенка, у которого какие-то плохие последствия есть после того, что мы гимнастику делаем, обливаемся или еще что-то. Все дети здоровы. Между тем, врачи убеждают, что все дополнительные действия иммунизации тоже являются обязательными. Но относительно прививок разговор более ответственный. Ведь непривитый ребенок подвергается большей опасности, оказавшись в полезетворной среде, чем дитя, которое защищено вакцинацией. Не хочу, потому что не хочу. Есть какие-то религиозные причины. Может быть, какое-то недоверие к вакцинации. Но к каждой мамочке мы проводим беседу. Впрочем, по статистике Всемирной организации здравоохранения, плановая иммунизация ежегодно спасает жизнь и здоровье трех миллионов детей в мире. Мнения о том, что нужно проводить вакцинацию или нет, разделились. Каждый сам вправе принять решение, делать прививку или нет. Но стоит помнить, что здоровье детей в наших руках. Гульза Ацахова, Тулиген Рашидов, Исламбек Успан, Арман Нартаев. Первый Карагандинский. Запас топлива в Карагандинском регионе заготовлен на 200%. Отопительный сезон пройдет без эксцезов. Такие прогнозы сделали чиновники, отчитываясь о проделанной работе перед народными избранниками области. Также они рассказали, сколько денег было потрачено на ремонт тепловода и электросетей. Все подробности далее. На ремонт теплосетей в нынешнем году было потрачено более 40 миллиардов ценге. На сегодняшний день работы закончены на 23 котлах и 14 турбинах. Также было отремонтировано более 100 километров труб и 5000 километров электросетей. Из восьми электростанций области паспорты готовности получили семь. Проблемы возникли на Тимиртаусской ТЭЦ-2. У них увеличился запланированный объем участков, подлежащих к ремонту. В рамках государственной программы «Моружу» в области были выделены кредитные средства. За счет этих средств в городе Карганзе было реализовано 4 проекта. В общем-то было выделено 2 миллиарда 7 миллионов тенге. Реализовано 4 проекта, реконструировано 8,3 километра тепловых сетей. Со слов докладчицы, ремонтные работы были произведены с учетом новых тенденций. Подрядные организации использовали инновационные технологии и современные предизолированные трубы. К тому же большая часть материалов закуплена у отечественных производителей. Народные избранники остались довольными услышанным. Отопление для Караганды – это больше, чем отопление, потому что это для нас жизненно важный ресурс. В прямом смысле понимаем, что отопление – это жизнь для нашего региона. Соответственно, для нас принципиально важно, чтобы отопительный ресурс прошел ровно, стабильно, качественно и надежно. Это является основой нашей жизнеспособности в регионе. Однако не обошлось и без нареканий. Депутаты предложили компаниям согласовывать график ремонтных работ между собой. Ведь зачастую в регионе случаются казусы. Вроде бы только отремонтировали трубы и проложили асфальт, а на следующий год другая компания решает менять проводку. В результате чего новенький асфальт приходится перекапывать. Согласовать, допустим, с ремонтной работой и тепловиков, и холодной воды, там кто отвечает, и связисток и так далее. И делать уже конкретно ванну, пошаговую и так далее. А не так. Одни пришли, потом закатали асфальт, другие раскопали. Ну, вопрос поняли, да? Поняли. И вот из этого есть ли у вас взаимосвязь? В завершении заседания народные избранники отметили, что ремонтные работы были завершены в срок. Однако проблемные вопросы все же остаются. Один из них – отопление в городе Сарань. Там до сих пор продолжается строительство центральной котельной. Когда этот вопрос решится, никто с точностью сказать не может. Депутаты предложили чиновникам взять этот вопрос под бдительный контроль. Аймамлина Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Почему популярное и всеми доступное приложение независимых таксистов «Индрайвер» вызвало негатив и возмущение среди казахстанских таксистов? В Караганде решили вынести этот вопрос на всеобщий обзор. И что же думают об этом легальные таксисты города? Насколько всем известно, приложение обретает популярность уже на протяжении года в нашей стране. Разработчиками «Индрайвера» является страна Якутия. Аналогом программы выступает уже невостребованное приложение Uber. Оно положило точки старта в западноевропейских странах. На сегодняшний день подобные программы запрещены и на территории Российской Федерации. А вот что касается Казахстана, «Индрайвер» набирает только обороты. Программа, не имеющая лицензии и контроля, несет большую угрозу для потребителей. «Индрайвер» берет начало от независимых водителей в социальных сетях. Суть которой заключалась в том, что водители и пассажиры находили друг друга без посредника путем простого дозвона по оставленной заявке. Те водители, которые регистрируются на мобильном приложении «Индрайвер», они куда отчисляют определенные денежные средства, которые, минуя бюджет Республики Казахстан, уходят в неизвестное направление вообще в целом. То есть угроза экономики. За качество перевозки пассажиры и безопасность никто не отвечает. Никто не знает, кем является водитель. Многие из пользователей просто нашли в приложении метод подзаработки. Иными словами, это просто попутчики. «Индрайвер» – это опасно и невыгодно государству, кричат в один голос директора служб такси. Мы хотят той прибыли, которой мы платим налоги, их нет. Она приходит уже свои деньги вкладывать, чтобы удержаться на плаву. Сейчас сокращение рабочих мест идет у нас. Мы сократили рабочих, водителей сокращаем, чтобы кое-как. Ну, на процентов 20-30. Из того, что у нас заказы падают, мы не можем содержать. Так же у нас, да? Содержать надо. Опять же, это только одно такси. В городе больше 100 такси, и вот каждый разоряется сейчас. Ноги закрываются. Ноги продают, но их никто не покупает. Вот. Все вот это «Индрайвер» сбивает цены. И, как раз, недобросовестно, как это идет предмальская деятельность. Легальные таксисты находятся в недоумении. Что делать дальше и как выживать? Такси стало больше походить на общественный транспорт. Если раньше приходили бесконечные заказы, то сейчас звонков практически нет. Пока решается вопрос об устранении приложения со всех гаджетов нашей страны, многие люди продолжают пользоваться услугами независимых водителей. А сердце Замбаева, Исламбеку, Спан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. Трехлетние дети пропагандируют здоровый образ жизни. В Караганде прошел отчетный концерт городского фитнес-клуба. Традиционный конкурс танцев в этом году приурочили к 20-летию Конституции Республики Казахстан. А поддержал инициативу и помог организовать концерт Акимат города Караганды. Александра Черноярова в пять лет начала заниматься хореографией. Однако преподатель сказала, что у девочки нет данных и танцы – это не ее амплуа. Спустя много лет Александра решила вновь попробовать свои силы. И, как оказалось, не зря. В 19 лет Саша начала заниматься восточными танцами. А через год ей предложили быть наставником для детей. Уже более двух лет девушка обучает танцам малышей и получает от этого удовольствие. С детками я занимаюсь уже давно. Уже третий год. Мне это очень нравится. Это прям мое. Вот этих кнопочек я подготовила буквально за три месяца. Некоторым три года, четыре. Я очень за них переживала. Из года в год для горожан создается все больше условий для ведения здорового образа жизни. На протяжении 16 лет такие мероприятия проводит городской фитнес-клуб «Персона». В своих ежегодных посланиях глава государства, Нурсултан Абишевич Насарбаев, особое внимание уделяет именно вопросу формирования здорового образа жизни и ставит этот вопрос в один из самых приоритетных. Здоровый образ жизни и принцип солидарной ответственности человека за свое здоровье – это самое главное в государственной политике в сфере здравоохранения. Об этом всегда говорит наш Ельбаса. Арабские танцы, современная хореография, хип-хоп, брейк-данс и многие другие виды танца в исполнении детей от трех лет и старше произвели большое впечатление на зрителей. По словам организаторов, у всех определенно есть талант. Ритмичные движения под современную музыку, кружащиеся пары в вальсе и многое другое можно было увидеть на ежегодном концерте. Мы своими концертами стараемся пропагандировать здоровый образ жизни, пытаться заставить детей заниматься спортом. Сегодня у нас будет выступать в основном молодежь, посвященная именно деткам и школьникам, студентам концерт. Все ребята являются постоянными посетителями фитнес-клуба «Персона». Они достойно показали свои достижения, тем самым еще раз призвали всех ввести здоровый образ жизни. Лариса Хусейнова, Жасулан Маклубеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Более четырех лет в Казахстане успешно развивается новая правовая форма. Медиация признана самым удобным вариантом для разрешения конфликтов. Одной из насущных проблем на сегодняшний день являются межэтнические отношения. Для разрешения этих задач в Карагандинской области уже подготовлены профессиональные медиаторы. Закону о медиации в этом году исполнилось четыре года. За это время профессионалы успешно применили на практике данный вид правовой формы. Медиация в первую очередь спасает жителей от судебных разбирательств и лишних затрат. Как говорят профессионалы, любой сложившийся спор можно разрешить мирным путем всего за два дня. А это куда быстрее, ежели судебные разбирательства. Обращаясь к медиаторам, люди могут не обращаться в суды. Они получают такие же юридические документы, как соглашение, которое признается судом, и не нужно потом обращаться в суд. Но процедура медиации сама по себе. Это очень комфортная, очень корректная, психологически выверенная процедура, которая дает сегодня возможность гражданам решать любые споры и конфликты без нанесения вреда своим нервам, финансовым своим ресурсам, времени и так далее. В семи регионах Карагандинской области успешно проинформировали жителей. Основной проблемой оказалось то, что народ не знает о медиации. В этом году медиаторам, работавшим в Тунисе в революционное время, а именно в 2011 году, присвоили Нобелевскую премию. Это уже говорит о значимости медиации. В грядущем году выйдет новый гражданско-процессуальный кодекс, и процедуры досудебного урегулирования станут обязательными по некоторым вопросам. То есть, прежде чем обратиться в суд, нужно будет посетить досудебный институт. Диана Рамазанова, Жасулан Мокубеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Двухсотлетие со дня рождения великого композитора Татимбета Казангапула празднуют в шахтерской столице. В рамках этой знаменательной даты в городе пройдет шестой республиканский конкурс исполнителей на казахских народных инструментах. Конкурсанты будут соревноваться в виртуозности исполнения щертпекия. Татимбет Казангапулы – уроженец Карагандинской области. Он остался в памяти потомков, как кьющер, дамбрист – один из основателей школы исполнения кью в стиле щертпе. Мало кто знает о других гранях композитора, делятся организаторы конкурса. С их слов, стиль Татимбета многогранен. В участниках конкурса члены жюри хотят увидеть именно первозданность исполнительского мастерства. Чтобы было разносторонним, конечно, больше упор был на Татимбета. Поэтому я считаю, что участники должны быть разносторонне подготовленными к тому, чтобы исполнять и токпе, и щертпе. Конкурс продлится четыре дня. В нем примут участие более 60 исполнителей из разных уголков страны. Их возраст не должен превышать 35 лет. Призовой фонд, со слов организаторов переприятия, пока не определен. Однако виртуозные состязания исполнителей кью в должно пройти на высоком уровне, отметили они. На организацию конкурса, пресс-конференцию и другие мероприятия, связанные с празднованием двухсотлетия композитора, будут потрачены около 15 миллионов тенге. Деньги выделяют спонсоры. Все это делается для продвижения последователей Татимбета и популяризации его уникальных произведений. Конкурс пройдет в три этапа. В состав жюри входят известные мэтры народной музыки. Результаты станут известны 27 ноября. Кроме конкурса, в эти дни состоится круглый стол и гала-концерт с участием музыкальных критиков, гостей из ближнего и дальнего зарубежья и прямых потомков Татимбета Казангапулы. А имам Ринатолий Генрашидов, Арман Нартаев, первый карагандинский. Состоялось открытие шестого республиканского конкурса исполнителей на казахских народных инструментах имени Татимбета. 67 участников в три дня будут показывать свое мастерство. Впервые в этом конкурсе прозвучит кюй великого Аблайхана Дуния Калда в стиле «Щерпеки». Фазыл Туткабеков для участия в конкурсе приехал из Жанарки. Ему около 60 лет. Участник очень тщательно готовился к конкурсу. Фазыл уже несколько лет исследует «Щерпекюй». «Щерпекюй» уже давно не исполняется. «Щерпекюй» Татимбета и других композиторов мы преподносим в современном виде. Мы уже участвуем 10 лет. Нас пригласили на это мероприятие. И мы очень рады, что мы исполняем именно «Щерпекюй», который написал Татимбет. Конкурс собрал на одной площадке лучших знатоков кюя, специалистов и экспертов в области исполнительского мастерства. Любители народной музыки смогут насладиться игрой настоящих профессионалов «Щерпекюя». Жителям и гостям города Караганды представится уникальная возможность услышать необычный инструмент калак-дамбра. Цель этого мероприятия – узнать побольше кюев от старших, которые из поколения в поколение передавались нам. Обучить этому молодежь и получить новую информацию про Татимбета. Я думаю, что в будущем эти мероприятия будут проводиться чаще. Потомки Татимбета сейчас проживают в поселке Ягиндбулак. А про правду кикопочетные гости прибыли из города Алматы. Они поделились интересными историями про великого предка. Мы гордимся нашим предком. Он написал много хороших кюев. Нам приятно быть здесь. Состязание продлится 4 дня. Победителей определят члены жюри. Диана Рамазанова, Ужас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. 550 лет назад или мы из будущего. Именно под таким девизом состоялся финальный этап игры КВН среди региональных воинских частей. Люди со строгими жизненными позициями умеют не только шагать в строю и держать в руках автоматы, но и замечательно шутить. В течение всей игры жюри по достоинству оценили шутки солдат и выбрали лучших юмористов в форме. На вечер юмора были приглашены школьники, а также и почетные гости. В их число вошли ветераны военных рядов нашего города. Прежде всего игра воспитывает патриотизм к родине и дух единства. Среди выступающих были команды из Кастанайска, Северо-Казахстанской и Карагандинской области. Первый этап он прошел еще среди подразделений. Второй этап в частях проводили. И вот третий этап уже в масштабе регионального командования. К нам приехали военнослужащие, срочные службы, военнослужащие по контракту офицеры с девяти частей, которые входят в состав нашего регионального командования. Так, например, команда «Барлек», состоящая из двух батальонов воинской части 6505, считает себя достойными соперниками. Главное оружие – это единство и взаимопонимание. Волнение, конечно же, присутствует, но это до первых аплодисментов, уверяют участники команды «Барлек». Юмористы с уверенностью готовы сразиться по достоинству. Ведь в команде многие участники обладают неплохими творческими навыками. На протяжении всей игры ребята постараются представить мастерство каждого игрока. В этом составе наша команда выступает первый раз. Так, раньше наша команда состояла из команды «Найзага» и «Хараджикатер». Ну, мы играли за кубок «Астаны» среди колледжей и так далее, среди школ. Игра состояла из трех этап – приветствия, где команды рассказывали о себе в юмористическом жанре. После игроки полностью отдались импровизации. С помощью постановок военные пытались продемонстрировать различные смешные ситуации солдат. Далее участники представили публике ряд видеороликов под названием «Солдатский сон». В завершении игры участников наградили дипломами и небольшими призами. А также была определена команда, завоевавшая приз зрительских симпатий, и выбран лучший игрок. А сердце Замбаева и Сламбеку Спан, Арман Нартаев, первый карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 4206-49. Соболмстер. Субтитры подогнал «Симон»!